всем доброе утро девочки и мальчики решила с утра приготовить крэбль как моя мама называла вергуны но здесь немножко не такой рецепт как делала моя мама в общем я хочу попробовать этот рецептик берут такой вот книжки это моя подружка привезла мне подарила она работает в термомиксе и на тебе привет сегодня хочу просто попробовать этот рецептик поделиться с вами этим рецептиком у него такие выходят я думаю сегодня все получится рецепт я буду удваивать я хочу просто сделать большую порцию и хочу напечь ну и какую-то часть заморозить потому что времени так сильно нет а так утром позавтракать будет хорошо но нужно свежие прям замораживать чтобы они не полежали 2-3 дня потому что они не будут очень такие вкусные сегодня на пеку ну и несколько пакетов хочу заморозить я сейчас хочу приготовить это все в термомиксе замешивать я буду отдельно я уже приготовила муку где-то примерно чуть больше килограмма надо ну сам рецептик тот который у меня есть да я его напишу внизу вы уже будете смотреть но я просто сделаю двойную порцию сейчас я просто хочу это все нагреть всю жидкость но потом вручную смешать все вот так это все выглядит просто мне эту массу нужно нагреть у кого нет термомикса просто нагреть и на плите до закрою крышкой поставим где-то на пару минут на 37 градусов на первую скорость жидкость нагрелась так слегонца не сильно и я хочу просто смешать с мукой в книжке написано надо чтобы тесто постояла где-то два-три часа но в моем случае будет где-то минут 30 где-то так нужно будет все хорошо перемешать ну конечно добавить муки чтобы вымесить просто тесто чтобы потом его можно было выкатывать да я уже приготовила вот такой вот она получилось слегка липнет к рукам сильно не вымешивайте у меня где-то ушло муки где-то кило 100 где-то так я уже приготовила сковородку добавила сюда подсолнечное масло попозже буду жарить минут на 30 я наверно оставлю это тесто сейчас просто накрою полотенцем чтоб немножко пошла реакция на не полежала 30 минут я хочу его разделить на четыре части начала жарить вот так вот они у меня получается сковородка у меня небольшая где-то 24 сантиметра я не стала их сильно уж и резать на маленькие кусочки решила вот так вот поделить я уже конечно немножко съела но на мой взгляд не немножко маловато сахара рецепте нет соли можно добавить немножечко соли но так принципе ничего я думаю что один коржик съешь с кофе как раз будет хороший завтрак буду замораживать конечно я это все немножко оставлю зашаривается у меня уже последние если порежете так немножечко поменьше да не будет просто красивее смотреться в моем случае вот такие вот они получились не так просто проще будет я уже приготовила вот такие пакеты сейчас мои коржики остынут ну я вкладу все в пакеты заморозку как раз мне позавтракать хорошо будет когда будете кушать можете сверху присыпать сахарной пудрой будет очень вкусно вот такие получились у меня крыбы ли рецептик будет внизу всем хорошего дня хорошего настроения всем пока а